Слово сочетание, снято на Мосфильме, превратилось в мем, после того, как Евроукра и российский креоклят хором долго верещали о мультиках Путина в виде нарисованного Крымского моста и новейших вооружений. Но если существование моста они уже, скрипя сердце, признали, то с реальностью таких ракет, как «Буревестник», смириться не могут. А вот Британия явно считает мультики Путина настоящими. Тема нового российского оружия, которое регулярно выносит на повестку дня наш президент, очень раздражает борцов с режимом. Понять причину их раздражения не мудрено. Согласно либеральному символу веры, Запад обогнал Россию в технологическом соревновании лет так на 50-100. То есть вообще навсегда. И признать, что этот символ веры не более чем агитка, кряклы не могут физически, потому что это угрожает их и без того хлипкой умственной сохранности. А вот на самом Западе, откуда российским либералам этот символ веры подсунули, от таких предрассудков избавлен. Глава военной разведки Великобритании Джим Хокингхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Сандой Телеграф. Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, который имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений, заявил Хокингхалл на брифинге для СМИ в разведывательном центре альянса спецслужб «Файв Айс». В альянс «Пять глаз» входят спецслужбы чисто англо-саксонских стран США, Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии, в четырех из которых, к слову, главой государства является та самая букингемская старушка, которая на словах якобы лишь царствует, но не правит. Так вот, как видите, этот джентльменский клуб считает российские ракеты вполне себе реальными. И даже с поправкой на раздувание образа злого Ивана, который позволяет пилить оборонные бюджеты, опасения англо-саксонских стран все равно нельзя считать надуманными. По информации издания, Хокингхалл подчеркнул, что благодаря ракетному двигателю у российской ракеты практически неограниченное время пребывания в ожидании. Сообщается также, что глава военной разведки Британии отметил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств. Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем, считает Хокингхалл. В Реановости, видимо, описка. Вместо словосочетания «благодаря ракетному двигателю» должно быть «благодаря ядерному двигателю». Но читатели наверняка поняли, о чем речь. И в соцсетях сразу же начался троллинг по теме. Как же так? Это же все мультики. Тут без хитроплановых объяснений образца британской элиты тайно контролирует Путина через его взятых в заложницы дочек явно не обойтись. Потому что иначе совершенно непонятно, почему до сих пор не сбылся прогноз входящего в альянс Five Eyes американского ЦРУ, вокруг которого так радостно плясали либералы в 2004 году. Россию, если верить авторам доклада «Глобальные тенденции 2015» ждет мрачное будущее. Она останется зоной нестабильности. Даже при самом лучшем сценарии, ежегодном 5-процентном росте, через 11 лет российские экономические показатели будут составлять менее 1,5 от американских. В социальной сфере России ждет сокращение населения, которое при этом будет становиться все менее здоровым и не сможет служить двигателем экономического прогресса. И главное, Россия распадется на 6-8 государств. Главной причиной этого разделения – экономическая обособленность и закрытость нынешней страны. Процесс централизации власти приведет к сбою системы управления. Результат – территориальная фрагментация. Надо сказать, что подобные предположения аналитики ЦРУ выдвигают, начиная с 2000 года, когда о России было сказано следующее. Вплоть до 2015 года Москве будет все труднее увязывать амбиции на глобальное лидерство в мире с катастрофически сократившимися ресурсами. Наиболее вероятный итог – Россия останется внутренне слабой, вовлеченной в мировой политический процесс в основном благодаря постоянному месту в Совете безопасности ООН. Что касается российских аналитиков, то начало раздробления России они видят в укреплении местных лидеров, которые захватывают под полный финансовый контроль небольшие регионы, как, например, Абрамович-Чукотку. Неудобно получилось, да. Вместо того, чтобы распасться, наша родина прирослась Севастополем и Крым. В перспективе возвращение в родную Гавань также Донбасса и какая-то обновленная форма совместного государственного проекта с Белоруссой. Местные лидеры, на которых столь уповали светлолики-аналитики, или слиняли, как Абрамович, или отсидели, как Ходорковский, или сидят прямо сейчас, как Гайсер. А что касается амбиций на глобальное лидерство, так если верить американским демократам, то у нас не только будевестники есть, мы вдобавок и Трампа в президенты США избрали. Как либеральный символ веры выдерживает все это – загадка, на которую еще предстоит пролить свет британским ученым. Может, у вас есть варианты? Продолжение следует...